У Vision это его подхил. Против Night Stalker Аганим вчера даже и не собирали OG, потому что это не имеет смысла. Как бы Night Stalker не играл, если он доживает до 18-го, да и даже начиная с 6-го уровня, постоянно ночь длится больше половины игры, а в концовке ночь длится практически 80% игры. И Keeper of the Light не может нормально использовать свои плюсы. Герой для Йоноса Фана. Вот это то самое, чем он играл в команде NIP. Но в Solo Target здесь очень жестко уже на самом деле у TFT все, то есть действительно можно врываться как-то кого-то в цепляте. Но единственное, что Котел, вот по поводу ты сказал, что Аганим не собирать будет, это да, наверное, в первую очередь да, но у него еще Blood and Light имеется, не будем забывать. Крайне полезный спелл вообще на команду в целом. И это очень плохо подконтрит всех сейчас TFT, ребят, если вдруг начнется драка. Реально всех подконтрит, поэтому здесь пик, в принципе, оправдан. Ну что, Death Profit Лазбаном отправляется от OG, избавляются они от возможностей под пуш от TFT сейчас какого-то против себя. Ну и последний бан остался, остался герой, я так понимаю, для... Кстати, наверное, может быть, Resolution будет на Герокоптере, возможно, у Тейла у вас пиком заберут. Да, скорее всего, так и будет. Resolution будет на Герокоптере. Ну вот просто еще раз вернемся к теме дня и ночи. Что мы имеем днем? Если Коттл не собирает аганим, а здесь аганим это фактически выкинутые 4200, мы имеем достаточно, ну такие, на мой взгляд, равные пики. Что мы имеем ночью? Ликан в два раза сильнее в Ухауль за счет Найтсталкера. Найтсталкер обладает большим виженом, чем любой другой герой ночью. Ну, практически, чем любой другой герой, там, за редкими исключениями. Более того, преимущества Коттла, если он решится собрать аганим, не будут работать. И самое главное, что в концовке игры ночь длится гораздо дольше, чем день в среднем. Это нас все подводит к тому, а еще и бестмастер не так эффективен. Это все нас подводит к тому, что пока что Draft the Final Tribe выглядит убийственным. Я бы назвал это какой-нибудь, там, не знаю, ночной пик или что-то подобное. Вот реально, силы... Ночной дозор. Здесь силы света против сил тьмы. Только за Radiant у нас играют силы тьмы, такой вот темный пик. За Dair у нас играет свет. Ну, посмотрим. Я вообще склонен уже поверить в то, что 1-1 вполне реально. Да не, не знаю, если честно. Как-то скептически отношусь к тому, что OG могут вот так вот отдать игру в целом. Сейчас остается последний бан. Нужно избавиться от героя крайне неприятного для TFT самих. В итоге решили избавиться на всякий случай от Лондруида. Да, в теории мог появиться вновь в длину Тейла. Ну и последний пик. 23 секунды буквально времени остается. Конечно, имеется еще 19 секунд дополнительного в плане того, чтобы подумать, что себе последним пиком забрать. Мидер не хватает какого-то. Опять же, что способен ли заливать? Не знаю, у D может быть. Хотя нет, куда здесь его уже? Я не знаю, для Фроста или для Эры, потому что здесь, может быть, и Эра сыграет на Лекане. Нет, все-таки у D, о котором только что думал. Ну ладно, у D так у D. В любом случае, неплохо смотрится. Но, с другой стороны, неясно, против кого тебе стоять придется. Сейчас что-то забрать OG, то, что способно спокойному противостоять, и все, проблем никаких не будет. Ну что, последний пик для OG. Скорее всего, герой остается для Nutella сейчас. Неплохо было бы, конечно, что-то забрать, чтобы Дэй не чувствовал себя так комфортно, но не вижу возможности. В бане Viper, вот это первое, что на ум приходит, наверное, но уже сами же OG его забанили. Так что не знаю, что у нас еще остается. Да, Мишка, может быть, какой-то Razor попробовать? Как вариант. Razor для Nutella, в общем-то, он как раз ту самую роль исполняет. 15 секунд остается на обдумывание. Ну, Никс топ-герой против OD, но Никс здесь уже не особо влезает. Как Дима говорил, каждый раз, когда появляется в пике OD, грустит один Никс, когда его не берут. Бруда. Hello, my brother. Появляется от команды OG. OG, вот это интересно. И в итоге будет на брудке исполнять, конечно же, No Tail. Я не знаю, если это не 1-1, то что тогда? Как тогда? Потому что здесь ласт пик бруды. Начинаем перебирать лучших героев против бруды. И где-то на первой, второй строчке идет Legion Commander. Все правильно, да. Отцы там, ой, как будут дамажить больно. Просто невероятно. Это просто фрифарм, по сути, для нее, да. Это вот, знаешь, был худший пик в истории Доты, а это вот не худший пик в истории, а это худший пик против пика The Final Tribe. Они максимально взяли плохо против того, что... Может быть, у них челлендж свой, знаешь, сыграть. Ну, если не сейчас, то можно будет говорить о том, что The Final Tribe можно даже и не пытаться выиграть эту квалу, потому что OG они все равно не пройдут. Ну, это идеальная ситуация. Остается просто вот отстоять свои линии нормально, хотя, скорее всего, здесь отстоять свои линии хорошо и даже очень хорошо, и потом просто разорвать в лейте. По-хорошему, эта игра должна закончиться достаточно рано и с большим преимуществом, на мой взгляд. Ну, давайте смотреть. Вчера мы видели, как Бруда, даже в ситуации, когда против нее Шейкер стоит, умудряется выиграть игру чуть ли не в соло. Это да. Был такое дело. Ну что ж, ждем, пока игроки разберут героев. Я напомню вам, кстати, самое странное дело, не проставлен счет у нас в серии, но я напомню вам, что OG, конечно же, лидирует со счетом 1-0. Это формат Best of 3. И у нас начинается вторая карта. Сейчас линии будут миксовать, господа. Да, сейчас начнется Майнгеймс. Будем смотреть, кто куда отправится. Это самое интересное. Ну и, конечно же, по Вижену. По Вижену тоже будет неплохо бы увидеть. Как-то я зарифмал по Вижену, было бы неплохо бы увидеть. А по Невижену не увидеть. Не увидеть, да. Как-то так. Ну что, в итоге Эра будет отыгрывать на ОД. Да, и все-таки на Ликантропе будет играть, конечно же, Фрост. Ну решили не менять здесь. На самом деле, вот то, что Фрост, несмотря на прошлую недоточную игру, будет нормально отыгрывать, у меня сомнений как-то нет. Потому что вчера у него была игра, где его там полностью загнобили. И казалось, он... Ну просто после такой игры люди обычно ломаются. Так против него играли. Но нет, он следующую игру абсолютно спокойно провел. Это мне очень понравилось. Потому что это, конечно, качество хорошего игрока, которых очень ценно. Я бы сказал, что стрессоустойчивость высокая, это показатель профессионализма в целом вообще. Не только в киберспорте, мне кажется, а везде. В это время Вижена хорошие поставили сейчас уже за Тауэр, дабы контролировать. Фрост идет на разведку. Кстати, Фрост идет, бессмастера нашел, да, но... Здесь как бы с бессмастером один на один тоже тачковаться не хочется, и ты не понимаешь, где она. Понятно. Сегодня в белом танце кружимся, вот это вот, знаешь. Ну это... Сегодня мы с тобой подружимся. Это называется «Найди шведа». Да, ребята заигрывают друг с другом на линии. Подсказочка, это оба шведы, и они одинаково мыслят совершенно. В это время на топе там также Вижен расставили ТФТ, практически в той же позиции, но чуть ближе на самом деле к Баунтируну, чтобы контролировать ее появление. Ну и расходится без какого-либо сопротивления обе команды по линиям, и у нас ТФТ в этот раз... А, прошу прощения, нет, все 2 на 2, все нормально. Причем Баунтируну, она лежит на стороне OG, ее никто не забрал. Почему? Вопрос? Ну, я думаю, подберут попозже, сейчас какая-то идет борьба за позицию. Возможно, пойдут забирать примерно тогда же, когда появится вторая, и сразу две. То есть ты приходишь, одну забираешь и ждешь... И максимальная экономия времени. Да, как вариант. Это все равно, что ставить Синсу на мышки побольше, чтобы рукой двигать было меньше. Что-то из этой серии. Но что мы видим? Бруда против Легионки стоит. Так. Это уже максимально плохо на топе. На Резолюшн, на Агрессия. В итоге Резолюшн действительно будет отыгрывать на Герокоптере, на... Ну, мы уже говорили, что, конечно же, Нотейл будет играть на Брудмазер, но Резолюшн начинает гонять. У Резолюшна только один саппорт. В распоряжении здесь целый триплат команды ТФТ. Ну и на боте будет терпеть, конечно, Фрост, но Ликантроп за счет того, что у него пассивка теперь дает регенерацию, ему будет попроще здесь стояться все-таки. Тут Джеракс еще запулил крипов, причем чужих. О, слушай, а тут... Под агрессия, под тавр, сразу поехали. Да нет, тяжело. Фрост еще сейчас выбежал, по нему не попал иллюминейт. Короче, Фрост пока нормально терпит. Здесь пытаются задайвить, там что-то дынает, но на самом деле он терпит один против двоих, а сверху при этом... Да, он на самом деле спокойно затерпит. У него сейчас в двоечку появится пассивка, и у него нормально будет реген, так что вполне себе. Должен себя комфортно чувствовать. Там не хватит, мне кажется, урон, чтобы забрать. Если только с Моноликом как-то он подставится, там, я не знаю, прям нереально, чтобы продамажили его, а так вряд ли. Вот в миде самое интересное, как Нотейл в итоге стоит против Йонаса Фэна. В чем разница против Шейкера, против Бристлбека, против, не знаю, кого угодно? Герой, который убивает пауков, пауки должны быть к нему близко, чтобы он их убивал. У Легионки ей абсолютно все равно, где находятся пауки. Она кидает в любую точку, вот так вот. Поэтому я здесь жду рекордных крипстатов от Йонаса Фэна. Если он эту линию не выиграет и игру не затащит, то, опять же, к нему будут большие вопросы. Но это самый его сигнатурный герой. Ему дали лучший лайн в мире. Ну вот просто вот, можно нагнетать сколько угодно, но это действительно так. Теория идеального замеса, здесь у нас теория идеальной расстановки по линиям, да. На топе продолжает нагнетать обстановку также ТФТ, продолжает зонить Резолюшена. Один крип у него. Да, у Резолюшена один крип просто, чтобы вы понимали, у Кэри Герокоптера. Пока что довольствуется малым. Даже второй левел не получил. Причем самое забавное, что даже Пабло уже получил второй левел на Найсталкере. Да, у Резолюшена дела крайне плохо. То есть они стоят втроем, и там уже второй левел, а у них вдвоем даже не хватает. Вот даже Флай второй. Но не имеет значения, в общем-то, два топовых крипста. Телекан спокойно терпит. Как ты отметил, верно, у него очень хорошо работает пассивка. Так вот сейчас очень опасная эра выходит. Каски на развороте. Маледик накинули на Резолюшен. Касочка отлетает. Резолюшен начинает дамажить. Но в итоге это, наверное, будет минус Ханскин. Хотя в Астрал прячет у нас Резолюшен. И Резолюшен выживает пока что на Пабло на развороте. Попытается забрать Герокоптер. Стики прожимают Резолюшен. Отлично. И вот. Крипов нет. Но зато есть фраги. Отлично сыграно. И в итоге фраг достался Джерексу, правда. Но в любом случае, хотя бы Ассистанс уже хорошо. Да, но странно весьма было сейчас. Скорее всего, не ожидали перетяжки от Киперов Зелайт. Поэтому так получилось. И у нас МФН. Есть вторая стреля. Сейчас очень опасный момент. Вот подфармил, по-моему. Хотя не увидел, сколько он подфармил пауков. По-моему, кого-то забрал. В любом случае, главное, чтобы вышка не проседала на миде. И возвращаются на верхнюю линию. Цепляют Котлана. Он слишком быстрый. Догнать здесь не получится. Нельзя отдавать фраги в такой ситуации. Нужно просто продолжать жестко ставить свою линию. И будет все отлично. Ликана снизу оставили. Один на один с Бестмастером. До шестого уровня Ликана Бестмастер не особо боится этого парня. Да, и Ликан спокойно даже может погонять немножко СФО. Пока есть возможность такая. Тем более, что идет пока что по левелу. Скоро не боится уже пятый. Да, и в это время Нотейл между Товерами стоит. Пытается максимально фармить. Но, с другой стороны, пушить линию против Легион Командер такая себе история. То есть нет никаких проблем, я думаю, с Ласхитом. Также Легионки на линии. Так что здесь, в принципе, наверное, самая оптимальная стратегия для Нотейла. Да, тут главное не допустить ту ошибку, которую вчера допустил Секси Бамбу. Он гонялся за Брудой, и у него упала вышка. А Легионке нужно играть так, чтобы... Ну, главное, фармить всех крипов на линии. То, что Бруда фармит там, ну ладно, пусть так. Иногда можно пытаться отойти и кинуть Отца. Забрать Пауков. У нее уже 36 крипов. Это на 10 больше, чем у Бруды. И гораздо больше, чем у всех остальных. Да нет, Отца-то максимального левела потом очень хорошо можно иметь. Бруда стягивается. Очень неплохая перетяжка сейчас. У Пабло проблемы. Пабло нужно бежать, он улетает. А вот Эра, возможно, не уйдет. Вот есть бодиблок от Нутейла. Эра живет пока что. Больно наваливает Абр. Еще один Иллюминает. Эру расстреливают. Эру на последней доле хп себя спрятал в Астрал. Есть дуэль на развороте по Нутейлу. И выигрывает ее Йонасом Фан. Отлично. Погоня за Флайом. Флай очень лох-эпэшный. Также прогоняет Резолюшн. Резолюшн пытается улететь, но сбить нужно. Эту депортацию сбивают. Касочка и Резолюшн. Должен погибать. И Рубика сдобивает Йонасом Фан. Максимально за ним летит Бабло. И летит уже сюда Джерекс. И летит сюда уже и Флай. И в итоге еще контролирует. Что происходит? Легион Командер, по-моему, не успеет. Йонасом Фан там, конечно, есть четвертая копья. Но уже далековато находится Резолюшн. В итоге Резолюшн выжил в данной ситуации. Просто убежать надо сейчас. Тут есть Фласка. Нужно захиливаться. Долго бежал. Зря побежали за Резолем. Но все равно неплохо получилось. Бруда перетянулась за зря. В итоге первая дуэль уже имеется. И Бруда сейчас перетягивается. Попытается, может быть, кого-то подконтролить. О, пауки! Пауки, пауки, пауки. В итоге выживают пауки. Ну, да ладно. Йонасом Фан отпился. И Фейзе появляется. Там очень хорошо пушится линия. Нужно сейчас защищать. Точнее, это один. Вышка почти не проседает. Там на боте агрессия на бестмастера. Бестмастера забирает, отправляет таверну. Хорошая перетяжечка от Пабло. Пабло ночью не упускает. Пабло начинает роумить. Шестая минута. По-моему, у него уже два ассиста, если не ошибаюсь. Ну, да ладно. В любом случае, уже хорошо. Так, перетяжка от Бруды в очередной раз. Ой, Канскен, как больно ему. Посмотрите, что делают все пауки. Пауки просто его съедают. Эра. Эра остается один. Одинешеник здесь. У Эры проблемы. Нужно бежать. Флай прогоняет Эру. Эра жмет стик. Есть телекинез. Эру съедят сейчас. Прячет Бруду. Но, конечно, может быть, он попытался спрятать себя. Да, может быть, стоило выиграть немножко времени. Хотя я не думаю, что это его бы спасло в любом случае. Эра погибает. Отличнейшие минус два делают там OG. И начинает Ноутейл давить также по разным линиям. Понимая, что бессмысленно стоять против Легионки один на один. Проще вот так вот выходить. Фармить здесь крипочков. Но Легион Командор тоже так не думает, что можно забрать и Брудмазер, в принципе. Это может быть в теории стать дуэль. Но не хватает урона немножко по Ноутейлу. Ноутейл уходит. Все равно Легионка в огромном плюсе. Она там форманула целую гору пауков перед этой дуэлью. Отцами успела закинуть. Биг Дэди спасается. Хорошо выжимает Ноутейл максимум из своего героя. Постоянно подключается на топ. И, в общем-то, старается быть полезным. Ну, посмотрите на Нетвор с Легионки. Но это просто 4-100. 4-100. Это Легионка. И уже есть десяточка с дуэлью. Выходит сейчас сюда. Правда, это очень опасно. Так самое забавное, с такими темпами мы увидим уже скоро Блинк Даггер. И это можно выигрывать в дуэли по КД. Опять же, мы уже не раз отмечали, что в соло таркет очень много урона ТФТ. И прям вот какого-то явного подсейва у УДЖИ нет против дуэля. То есть, если у кого-то одного вырвается, на несколько героев. Ой-ой-ой-ой. Но ТЛ. Или живой. Ну, гоняют его несчастного. И пауки там терпят постоянно. Не может у них как следует у нас память. Позиция удобная для Легионки. Она сейчас займет топ. Периодически будут помогать, если нужен на миде. Самое главное, чтобы, опять же, вышки не пушились и Бруда безнаказанно не фармливала. Там вперед побежал у нас Найт Сталкер. Я так понимаю, будет погоня за кем? За Резолюшеном. Вновь в очередной раз. Но Резолюшен по тому же маршруту отправляется. Но в этот раз его, наверное, не должны отпускать. Да, тут хватит урона. Это вторая дуэль для Легион Командор. Из плюсов также стоит отметить, что в миде у нас сейчас, возможно, также давление будет на Эру. Эру прогоняет Нотейл за счет пауков. Из плюсов, опять же, оставляют Ликантропа на абсолютном фрифарме. Ну, пока что Бистмастер Сол один на один на линии ничего не делает. Ликантроп себя чувствует тоже замечательно. Из-за того, что Ликан пораньше все-таки с левелом разобрался, у него постоянно плюс один левел идет. Из-за того, что там стоял Коттл и часть экспы подстилил. Ликан в итоге уже подпушивает вышку, ничего не может сделать. Флай тем временем находится под Маледиктом. Догорит, скорее всего, от Маледикта еще буквально одна тычка, да. Один прок. А Джерекс тоже тут бегает, но Джерекс фуловый и не стали его здесь разминать. В это время Нотейл смещается в чужой лес. Перетяжечка у нас от Легион Командора. У Легион Командора уже много денег должно было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы сами все видели, дамы и господа. Через секунду будет дуэль. Дуэль нужно успеть закинуть. Йон Самфан может сейчас выиграть еще бонусный урон себе, но Нотейл скрывается вовремя. Опасно было. Буквально на дуэли секунды не хватило, потому что там откат был. И у Легионки осталась всего лишь куча золота с этого... Ну, Блинг Даггер скоро появится хотя бы. Это уже хорошо. А могло бы быть еще и куча урона. Ну, это да, это да. Короче, здесь Легионка либо забирает вообще все абсолютно, либо забирает частично, Кентавр станет бестмастером. Продолжается у нас здесь какая-то неравная битва суммонов. Сейчас попробует Хадукина, может быть, попасть. Нельзя отдавать этого Кентавра. Не хочется отдавать Кентавра. Бежит Сатир до конца. Топориками все-таки цепляет. Забирает. Все, Кентавр потерян. Четвертый Феррол Импульс. Легион продолжает фармить снизу. Никуда не уходит. Подтягивается Рубик. Ну, здесь уже есть Ханскин, поэтому... Драка будет. Прилетели касочки. Есть Шейпшифт. Фрост готов рываться. Проблемы сейчас могут быть у бестмастера. Есть Флай с Эликинезом. Эсфо. За ним продолжается погоня. Эсфо откидывает с топорами. Но понимаешь, что уже не уйти. Есть задувка неплохая Джерекса. Но на этом, похоже, все. Да, это все, что есть. Ну, опять же, это только десятая минута игры. Ой-ой-ой, на топе. Дуэль по Резолюшину. И Резолюшин второй раз погибает на линии. И это еще бонусный урон для Йона Самфана. Как ты говорил, сигнатурочка его работает. Я не знаю, может, он заплатил им денег. Платеж прошел. Пора играть. Ну, вообще странно, согласен. Ну, серьезно. Это такую игру. Так, тут байт отличный на бруду идет. Полетела куда-то тычка. Черт, такое было. Что это такое? Это он промазал. Типа, теперь можно и так промахнуться в доте. Не только с киллами, но и тычки с руки, которая улетела куда-то в мид. Ну, видимо, да. Я просто не знаю, как так Йона Самфану отдают такую игру. Дали сигнатурного героя, дали лучшую линию. Дали дуэль на пятой минуте. Он продолжает уже и гирокоптера насиловать. В итоге 5700 Нетворс на 2000 опережает Брудмазер. И дальше будет сноуболиться все жестче, жестче и жестче. И опять же, ночь подрублена Найт Сталкером. Через минуту наступит ночь обычная. Поэтому здесь сейчас настает эра команды The Final Tribe. Залетают каски. Маледикт. Попытка замаледиктить тренера. Да, тренер не восприимчив к этому заклинанию. Только героев. Ну, из плюсов стоит отметить, что несмотря на то, что вроде бы неплохо дерутся по линиям ТФТ сейчас, не так уж сильно они оторвались по фарму. То есть чуть меньше тысяч сейчас ведутся падением Таура. И опять же, единственная, конечно, отрадная ситуация, это, конечно же, Легион Командор, которая просто оторвалась уже в стратосферу практически по фарму. 5700 на руках. И она действительно может снова болиться за счет дуэли. Ой, 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 Йон Саффэн. Сколько он там забрал? Пауков 10, наверное, за счет отцев своих. Что самое приятное еще, дополнение ко всему этому, это Легионка. Так, смотрим. Бруда нападает. Проблема Йон Саффэна, потому что сюда перетягивается в смоках Оу-Джи. Флай в итоге не стал выходить на разворот. О-о-о, на, просто еще. Это называется халява. Халява в воскресенье. Знаешь, я сейчас признаюсь Трусторе, потому что я в свое время ХВ думал, что это халява в воскресенье. Рор на топе на Легион Командор погибает. Я реально не знал, что это другое значит. О, боже. Заханскин, ой-ой-ой, этот без шансов, конечно, в итоге забирает еще Вич-Доктора. К сожалению, этот момент я не смог прокомментировать, потому что халява в воскресенье у нас была. Зато пока забирали здесь Легионку и Вич-Доктора, пытаются забрать Тир-2. Но Оу-Джи начинают неплохо действовать с той точки зрения, что они пытаются отконтролить Рошу. Ну, короче, пытаются выиграть как можно больше в ситуации, когда у них все плохо. Правда, Резалюши съедают. Флай в это время своровал, конечно, форму для Контропа. Можно попробовать убежать, но урона слишком много, никто не отпустит его здесь. В итоге Оу-Джи пытаются забрать побыстрее Рошана. Продолжает падать Тавр на топе, это минус Т2 точно. И моментально мы видим с падением Тавра сразу 2000 преимущества вновь за ТФТ. Ну, сейчас пойдет Рошан, но за Рошана они отдали Гирыча, Рубика, Тир-2. Тир-2 на Рошана в такой стадии игры, это, я бы сказал, чуть ли не плюс-минус равное. Еще не все, тут можно, может быть, подцепить на развороте кого-то, в итоге сбивает Блингдаггер, и он сам фону, боже, как же ему больно. Мы видим, что Дезолятор себе будет дальше выфармливать, но Тейл максимальное количество урона, чтобы наносить по возможности с руки. Да, и постоянно у нас будет обузить Night Stalker ночь, не давать выйти. Конечно, потери Рошана и отдача Аегиса для OG, это очень неприятные новости, но все еще достаточно неплохо. Опять же, Легионка пока не фидит дуэлью, у нее все хорошо, и пока ее слишком много не забирают. Но, безусловно, OG будут с Бестмастером, с Брудой, с Гирокоптером, они будут делать выходы, они должны это делать, и до появления Блэкингбаров эти выходы должны быть достаточно успешными. Ну, вот что будет потом. Я, по-моему, не договорил ту мысль, что Легионка здесь, помимо всего прочего, это все-таки третья позиция. То есть обычно мы видим такую сильную Легионку, когда она мид. И вроде бы Легионка сильная, но это мидер, и получается, что она не может играть как обычно. Здесь же это оффлейн Легионка, фактически, хоть она стояла в миде, она просто стояла против Бруды. Есть Ликан и ОД, которые являются основными кэри. Легионка — это фактически герой поддержки. То, что она настолько сильная, но это полностью заслуга команды OG. В миде драк сейчас будет, выход на Нотейла. Нотейл что-то, по-моему, переоценил. Может, там действительно прошел тот самый? Ну, Аегис, это только Аегис. Здесь можно еще попробовать УД забрать, потому что очень много героев забирают Вичдоктор, забирают УД. Поэтому пока что это неплохой трейд Аегиса. Правда, подходит сюда Найт Сталкер. Залетают уже Отцы и уже немного страшно. Точно погибать должен. Джеркс отправляется в таверну. Есть Десвард ворованный от Флая. Домашним пока что Фроста вместе с Пабло. Драка разделилась на несколько частей. У Фроста огромнейшие проблемы. Минус армор, плюс и дуэль на развороте по СФО. СФО должен отправляться в таверну. В это время погибает еще у нас... Здесь, получается, забрали у нас... Сайланс на бруду. Фроста забрали. Да, забрали Фроста. Дуэль выиграть не удалось. Отходит резолюшн. Хорошая сетка. И Нусом Фэна можно попробовать убить, но... Брэзз атак спасает, да. Но Тейл там мансит пока что лохэпэшный. Главное не поставляться. Отцы, залетает до Тейл. Выдыхай. Выдыхай до Тейл. Спокойно улетает. Опасно. Опасно. Ну, на Тоненького на самом-то деле сейчас. И дуэль чуть не отдали. И Блэйдмейл очень вовремя подъехал. Блэйдмейл сейчас будет контрить и Герокоптер. И вообще всех, кого только можно, 3100 урона от Легион Командер. Причем всю драку Легионка отсутствовала. Я не знаю почему. Возможно, просто не успел зайти. Это при том, что у команды OG была Егис. Если бы Егиса не было, это было бы просто Ноутейл и конечное. Ну, давайте, OG, показывайте что-то еще. Пока что они дерутся на удивление хорошо, несмотря на то, что ночь. Но не будем забывать, что каждую секунду команда The Final Tribe становится все сильнее. И ночь работает все лучше. И все чаще эта ночь происходит. Но OG держится, на самом деле, по-хорошему. В плане в рамках дозвольного, врыв на Резолюшн, есть Блэйдмейл. Но должен соло-фраг оформлять сейчас Легион Командер. Какая жесть. Он просто в соло. Это при том, что Герокоптер, по-моему, не подрубил Бараш. Если бы он подрубил Бараш, он бы сдулся еще быстрее. Нападение на Брудмазер. Выходит, пытаются догнать. Да, цепляют Воидом. Бигдэддин ОТейл погибает моментально. Сфо, зачем он? Почему не отменил? Да все, это залив. Ну, это жесть. Это просто... Да, это ошибка. Это ошибка от OG. И продолжается сноубол. Нужно отступать флайу. Также в итоге перетягивается на центральную линию. Сейчас еще и ее на самфан. И это минус Т1. Это, скорее всего, минус Т2. Это нереальный буст по голде сейчас. Я не знаю, что происходит с OG, если честно. Максимально все делает плохо. Начиная с пиков. Заканчивая какими-то командными действиями. Начинает падать Т2. Может, они... Ну, если у них там все реально позитивно, и они действительно решили попробовать выиграть таким драфтом, понимая, что они делают, то, в принципе, все не так плохо. Ну, легион-командер готовый ультовать снова в резолюшн, на резолюшн, но заталкивается. На хг у нас в итоге. Ну и уходит. Ну, Т2 упало. В любом случае уже 4000 голды ведут. Посмотри на нетверс легионки. Ну, это просто смешно. Ты посмотри на ее урон. Ее там уже 44, как бы. Это, как ты и сказал, в теории, это оффлайн легионка. Да, это оффлайн легионка в теории. То есть легионка, которая... Ее главная задача была стоять против бруды. И вот теперь, допустим, я только что пришел смотреть доту. Я открываю и думаю, вот это, конечно, крутой драфт от ТФТ, но сейчас сюрприз для тех, кто включился не с самого начала, кто включился после драфта. Бруда — это ласт пик. Вау! Да. Так, в это время вылазка от OG. Возможно, в миде будет сейчас драка, но Тейл занимает позицию Царя Горы. Хороший скан залетает просто. Ну, все понимают ТФТ. Вот в этом плане они не настолько слабеют G, чтобы проигрывать им вот такими вот героями. И при этом видно, что они действительно читают игру, хотя здесь на самом деле все так видно. Сафар, дуэль, отлично! Погибает моментально у нас Джерекс. Классно прыгнул под задувку. Получил 500 урона сразу в Блэйдмейл, отразил это и смог убить Котла. Ну, я думаю, так бы успел. Опять же, с сэва никакого нет. Нечем подсэвить от дуэли. Нет там того же ОД или Митарина в команде, которая спрячет в Астрал хотя бы хоть что-то даст время, отсрочит нам твой смерть. Так что здесь это стопроцентный фраг практически. И третий Некра появляется для Ликантропа. Фрост теперь крайне опасен. Начинает падать Т1 по нижней линии. Флай на пару с СФО на развороте. И Шипшифт. Здесь уже и Пабло сами накинули на Флайя. Полетели касочки. Колдаун от Резолюшена. Есть Десвард. Очень много урона залетает по СФО. СФО замедляют в итоге. СФО. Рор тратит на развороте. СФО еще тычка погибает. Отправляется в Таверну. Забрали также Флайя. Прилетел сюда Джеракс. Но уже в меньшинстве ЛГ. Тавер также падает. И готовы идти дальше пушить ТФТ сейчас. В это время Нотэйл продолжает фармить Лиса. Но это скорее всего минус 102. И кстати последний меньшиный Тавер на 18-й минуте. Как тебе? Круто. Стратегия пуша работает? Да. Я вот смотрю просто на все то, что происходит здесь. И диву даюсь. Это будет очень... А можно показать нам талант Эликана? Вот мы просто вчера это видели. Вот обратите внимание. То есть мы знаем, что Коттл с Аганимом. Он днем хилит по 500. Если Ликан берет 25-й уровень, то ночью я даже не хочу представлять, что происходит с командой. Да, да, да. То есть это по сути дела у пика The Final Tribe есть все, что есть у пика OG, только лучше. То есть они контрят во всем. И в том числе вот если Ликан каким-то образом доживает. Но я не верю, что он здесь доживет до 25-го. Я думаю, что все закончится раньше. Хотя если доживет, ну вы видите. То есть здесь подхил отсутствует, а здесь подхил... Там на 800, по-моему, идет. 600, по-моему. Где-то про Коттл? С талантом. Нет, с талантом Ликану. Хауль на 800. Это же считается, типа, работает как хил, и Ликану это все записывается в хил в итоге. Во всяком случае раньше записывалось. Да, и сейчас записывается. Почему? Нет. Пабло. Пабло пытается его тут как-то подцепить, но... Почти. ...нечем сбить телепортацию, да, в итоге. Почти дотолкнул до ноги. Так, в это время Нотел фармит лес. У него уже имеется дезолятор. Далее будет выходить в БКБ. На вылазку в это время в смоках от ТФТ побежал паучок на разведку. Жук-паук. И Бруда... На Варде стоит Бруда. Вау! Это просто финиш. Бруда прячется на Варде, и стоят ТФТ, они просто не верят, что там... Они думали, что это байт может быть какой-то, знаешь, ну, то есть оценить обстановку, то есть ты когда идешь, ты не веришь, что тебе так может удача улыбаться. Ну, что ж, в итоге Нотел... Ставится Вард прямо перед вышкой, перед третьими некрами, это плюс 100. Ну, это реально... Это реально заливка. Так, цепляет нас в итоге Ликантропа, но это Фро... Очень быстро погибает Фро... Слушай, это неплохая драка для OG сейчас. Отступает по итогу у нас ТФТ. Что-то как-то неаккуратно играет Ликантроп, нужно быть ему пособранней. Так, а сейчас... Джерекс, запуржили Джерекса, проблемы могут быть, Джерекс. Есть кассочки. Так, поднимается в Юл. Будет ли прыгать ее на сам Фен, Форстаф, да, может прыгать. Можно попробовать либо Флай забрать, либо кого-то еще из саппортов и выиграть еще одну дуэль, но в итоге заберут, наверное, только одного из Фо, да. Не стал прыгать сюда Легион Командор, либо дуэль там еще в откате, я не уверен просто. Да нет, просто не стал прыгать. Ну, да ладно. В любом случае, 72 урона у Легион Командор на 21-й минуте. Это не в каждой карте ты увидишь такое. Очень много. Да, я думаю, что вот этот заход Ликана, он должен был ясно понять, ты в ТФТ, что... Ну, просто заходить рано. Это команда опытная, может быть, другая еще бы ошиблась. Смотрим выход на Рубика. Рубика отцепляют. Ну, вот она, дуэль. Еще одна должна быть. Есть, конечно, ветра теперь. Урона хватает. Еще одна тычка похоронная от Йона Самфана. И это еще бонусный урон. В итоге загоняет Олжин на свой ХГ. Еле живой Резольт, ампа дурная, и у него остается буквально кропаль ХП, но нет, он все-таки дотягивает до Фонтана. Короче, сейчас ТФТ поняли, что заходить на рампу нужно аккуратнее, и вообще заходить на Ньюрана. Они сейчас просто будут делать это супер... О, это для Легионки. Нотейл собирает ферму. А вот и Легионка. Сейчас просто нужно прыгать в этих пауков. Нужно уводить их. Нотейл, беги. Нотейл, беги. Беги, Нотейл. Ну, куда же тебе убежать? Нашли, нашли пауков. 8 секунд. Все. Сплит, Нотейл. Нет! Спасти пауков. Два, один. Не стал прыгать. Не стал прыгать Йонасом Фэн, но... А, не на Варде. А, не на Варде. Сейчас он может... Боже мой, он не хочет. Ну, давай же, давай, Йонасом Фэн. Я верю тебе, Варда, Варда, Взрывай, братишка. Еее. Ну, ладно. Не так уж хорошо, как мы. Они разделились. Они были разделены. Если бы стояли вместе, там бы хватило урона. Видит еще немного. Конечно, много он зафармил. А можно еще на крипстаты на секунду буквально переключиться? Просто посмотреть, сколько у Легионки крипстаты. 210, учитывая, что он пол игры просто носится по карте и убивает героев. У него 210 крипстат. Ну, вот так вот. Там Пайп тем временем появляется для Эликантропа. Попутно забрали Тавр здесь. Сфот-уак цепляют нас Видж-Доктора. Видж-Доктор, проблемки. Ханскин нужно бежать. Задувка котла сверху. Резолюшн здесь. На перерез бежит Каскин. Разворотим Олегдит. Ханскин очень больно. Помогите кто-нибудь ему. Уже наконец-то в итоге Ханскин погибает. Ладно, в это время у нас на топе что происходит? На топе здесь Пабло. В соло пытался Тавр забрать. Серьезно? Теперь помогите Пабло. Пабло кто-нибудь. Что делает ТФТ? Почему они не собираются в пятером и не давят? Вот объясните мне. Зачем это разделение по линиям и так далее? Снизу там Лекан подходит. Сейчас он тоже хочет. Там в спину, да. Сейчас будет вылазка от УД. Но тут в это время Лекантроп тоже в таверну захотел. Так, и вот в спину выходит УД и Легионка вдвоем. И сейчас смотри. По одному. По одному только. Только по одному подходите. Знаешь, как в боевиках. Когда главный герой берет и дерется, к нему только по одному подходят. Это самое главное. Так, но Найт Сталкер подцепил здесь Гирича. Отличный Юл. Не дает Легионке добраться. Но Джерекс так же. Легионка сейчас за Джерексом может добраться. А до Резолюшна Пабло добежит. Нет, не может. На донышке не хватило добежать. В итоге улетает Резолюшн также на лох хп. У него буквально 80 хп остается, но выживает. Ну, я не знаю. Это просто рофлая игра уже с обеих сторон. Потому что и с одной стороны, и с другой стороны. В итоге Бестмастер где-то все-таки нафидел снизу. Он остался здесь посидеть. Видимо, вышел из леса, встретил УД. Какие-то непонятные, невнятные беготня. Ну, на Рошана все. Я скажу следующее. УДжи, несмотря на то, что эта беготня невнятная, потихонечку отыгрывает преимущество все, которое было у ТФТ. Конечно. Потому что, ну, как можно так бегать? Хотя не будем забывать, что в золото так можно еще немножко конвертировать 86 урона. И тоже записать это как дополнительное преимущество. Да, вообще по хорошему согласен. Но тем временем падает Рошан. В любом случае в пользу ТФТ. Не успеет сюда никак УДжи. Но теперь Аегис забирает Эра. Так, но здесь пока все ровно. День, правда, идет. И нужно обязательно дождаться ночи. Либо включить ее. Так, там опять нашествие пауканов. Но УД уже разбирается с ними с одной тычки буквально. Поэтому Биг Дэди просто подфиживает. Биг Дэди делает себе БКБ. Без БКБ никуда. Пауканов очень много. Пауков тоже много. И в это время линия очень сильно пушится по центральной линии у ТФТ. И нужно защищать эти. Ну, собственно, по ней, наверное, и отправятся как раз таки. Опять же напомню, что нет внешних товаров уже ОУДжи. Ничего не мешает сейчас ТФТ зайти на ХГ. Пошел скан какой-то от Радиентов. Боятся, что кто-то на хайграунде сидит. Но там никого нету. Идет сплит. Но таким образом будет очень тяжело. Потому что верхняя линия пушится пауками. Нижняя бестмастером. Ага, смог разбили. Но отличный скан. И сейчас у него кто-то по-любому наступит. Да, вот уже краешка Мхански наступила. И прекрасно догадывается ОУДжиза, что за ними выехали. Побежал вперед Йонасом Фан. И готов врываться. Найдет ли... Резолюшн может найти. Может резолюшн найти резолюшн. Но решили в итоге флай. Что происходит в этой игре? Объясните мне. Ну, он прыгал за Рубиком. На самом деле, более-менее неплохо. И оба героя прожали БКБ. В случае с Йонасом Фаном это не так критично, как в случае с Гирокоптером. Потому что ему БКБ необходимо. Сейчас БКБ нет. И можно заходить. Не, я понимаю на самом деле, почему он прыгнул за Флайом. В первую очередь, чтобы не тот не подсейл резолюшн. Здесь все понятно. Возможно, он еще на него как бы видел Флайа. И не увидел Гирокоптера. Поздно заметил. Не кратча тем временем добивают. Причем добивают его вышку, что очень приятно. У Д активируется ночь. В этот момент идет сплит. О, какие технологии у нас передовые. Не, круто на самом деле смотрится. Но в итоге стягивается, туда точнее стягивается Найсталкер. Отступают с центральной линии сейчас ТФТ. Не допушив в сторону, но забрали Т3. Это огромный плюс, да. Это хотя бы хоть что-то. Теперь возможность пойти, если что, даже лесные строения какие-то поломать. И еще бонус в голде получить. В любом случае. Опять же, не будем забывать, что всего лишь 27-ая минута игры. Это, по сути, только миддлгейм. А Легионка уже бегает с 86 урона на кармане. Знаешь, если бы это были не OG, а The Final Tribe, а ребята из моего двора в детстве, то после игры они бы вышли и OG бы сказали, да мы вообще рофлили. И вы нас даже так не можете обыграть. А The Final Tribe сказали, да мы тоже рофлили. Вы посмотрите, что мы делали. И все равно мы вас обыграли, потому что вы даже драфтить не умеете. Ну, короче говоря, здесь какая-то игра, действительно, и те, и другие могли бы сыграть гораздо лучше. OG с точки зрения драфта, The Final Tribe могли бы, ну, не устраивать фитфест и уже давно бы закончить. Пытались там подцепить резолюцию, но... А сейчас еще и проиграть могут. Самое забавное, что да, потому что очень хорошо пушат OG сейчас по нижней линии, идут крипы и нужно лететь защищать. А OG спокойно вот так вот могут катить своих оппонентов очень долго поле. Им сейчас еще Эра поставится. Здравствуйте, Эра, прячь себя в астрал. У него Аега. Нужно спасать его, либо же это просто проданная Аега, да, есть БКБшечка от Нотейла, в итоге минус Аегис. Подходит дуэль. Йонас Амфан, Йонас Амфан дерется здесь, тоже прожимает БКБ, в итоге залетает у нас еще одна БКБшка от резолюшена. Ну, там Волк уже погнал гирокоптера, и очень тяжело. Гирычо раскастовывается гирокоптер, но Волки бегут за ним, Найт Сталкер идет тоже, пошла дуэль. Флай точно погибает, у резолюшена тоже проблемы, также отправляется в таверну, отличнейший минус 2. И Джеракс улетает, но в это время, посмотрите, что снизу происходит. В это время снизу происходит полнейшая грязь. Ну, бараки стоят и... Ну, Т3 упала в любом случае. Сейчас попытается сбить. Нет, не успеет. Чуть-чуть не хватило, Рубик выкупается, потому что в миде тоже начинают падать бараки, и сейчас там будет какая-то драка. Да, драка, да, подтягивает сюда у нас Форест как раз-таки с крипами. Фрост, прошу прощения, Форест. Форест, это из КСа. Что-то у нас... Это тоже шведы, но из КСа. Беги, Форест, беги. Нас ворочи. Ну, он убегает, действительно. Просто отступает. Там даблдэмэдж, кстати, около Рошана лежит. И сколько там сейчас будет регион-коммандер? Ну, покажите нам. Там должно быть много. Там уже за сотку должно быть бонусного с дуэли урона, как минимум. Дуэль. 104. 104, но это плюс 310. Это под пятихаточку. Ну, привет, Джеракс! Пока, Джеракс. Спасибо. Было вкусно. Да, и еще бонусный урон. Это критичная потеря, потому что без котла очень тяжело. Ну, байбак имеется, если что, сделает. Ну, это критично будет по золоту. Но вообще, да, надо делать. Там глиф фортификации есть, можно время... Там, опять же, таймер не самый большой, но вот просто Джеракс запрыгивает. Получает проказ в лицо. Что-то урона вообще нет. Так, Джеракс побил, отступил. В итоге барак не добил. Надо доносить. Надо обязательно доносить, потому что он столько сил потратил. Ну, все, некрочи справятся стопудово. Глиф не стали прожимать. Все правильно, наверное. В это время крип скипит там S4 по центру. Ну, это не помогает. Уже слишком поздно. Зашли крипы и все-таки забирают The Final Tribe с горем пополам. Бараки делают они это первыми. Но я теперь уже готов поверить, что OG могут затащить эту игру. Одна дурацкая ошибка. И там все линии сразу упадут. Какой-нибудь сплит-пуш грязнючий от бруды, от бестмастера. Уже тревела появляются. 3 700 у легионки на руках тем временем. 3 700 просто. Вот они, минус лесные строения. Скоро появится 20 левел. Презатак ворованный у Флая. Битва с Некрачом. Некрач умирает от старости. Закончился. Да, ну хорошо, что закончилось. Все-таки плюс 200 было бы не лишним. Преимущество не такое большое сейчас у The Final Tribe. Как могло бы быть. Там БКБ появилось для Ликантропа. Это тоже огромный плюс. Теперь мы видим, что и бестмастер себе будет фармливать сейчас 3-ю Некра. Да, свежая, 10-секундная. Что-то мы видели. Пика имеется, сыр есть в наличии. БКБшку, конечно, еще БР. Так, сталкер пошел. Ночь, он хорошо видит все. Нутейл, Нутейл, Нутейл бежать. Боже, толкает Нутейл тут. Нутейл на хосте еще, по-моему, если не ошибаюсь. Да, на хосте его все равно толкают. Потому что страшно, если его подцепить, это конечная. Хорошая позиция, нельзя подниматься. Но Франсуумфан не поднимается. Есть Монолик, отлично. Но сразу происходит атаку на себя кидает. Остается без маны. Поздно. Остается без маны. И в итоге теперь Оужи на развороте прогоняет сейчас ТФТ. Есть Метеор Хаммер в это время от Найсталкера. Только где он? В кастовон не вижу, но да ладно. Там куда-то в Крепцов. Да, в Крепцов он как-то стоит в стане. Хотя, возможно, этот отказ продолжается. У нас здесь беготня. Оужи занимает позицию. Да, Майсталкер пошел в атаку. Я так понимаю, дает вижн. Получает заряд ракетки на себя. БКБшка прожимается от Ликантропа. Он сейчас побежит с Некрами, с третьими. Просто прогоняет Оужи. Отличная БКБшка. Все БКБ пробежал. Еще и Флай ворует шейп-шифт. Уходит. Ликан все БКБ пробегал. И бежать, бежать, бежать. Потому что базу уже штурмует Оужи. Не забывайте, что у вас нету базы. Нужно спасаться. Там Т4 даже сейчас начнет падать уже по центральной линии. Это самый долгий побег в истории Доты. С4 буржит его. С4 погибает. Байбэк имеется. Не страшно, если что сделает. В это время драка может здесь продолжиться. Но ТЛ, зачем ты остановился, друг мой? У тебя там база горит. Подфармится. Подфармится. Есть дуэль. Есть дуэль от Легион Командера. И это выигранный дуэль. Сразу два байбэка делают Оужи. Бьются до последнего. Прекрасно понимают, что если сейчас упустить момент, то можно потерять сразу все стороны последние. На развороте. Зайдем с Амфаном. Есть от Сыну ТЛ. Бегает здесь. Нужно отступать. Фрост могут продать сейчас. У Фрост огромнейшая проблема. Тут слишком много всего. Каба нет. Да. Минус. Забирают его. Мид окончательно упал. Ну, в принципе, даже в плюсе, наверное, остались за Файнал Трайп. Учитывая, что они поразводили на байбэке. Но вообще это как погоня, конечно. Обычно такие погони заканчиваются очень плохо для отступающей стороны. Потому что они все равно не успевают навязать драку. Они вынуждены отступать до конца. И в итоге, когда им начинают убивать героев, они уже прямо под базой находятся. Пабло. Огромнейшая проблема у него. Пабло. Кастует под себе Метеор. Ну, как бы... Ну, смотри, смотри. Мисс, мисс. И Легионка уже здесь. Командр здесь. Но тут сразу контроль на Легионку. Легионка готова рваться. Праймал Рор. Пабло погибает. И есть. Эклипс от Эры. В это время что своровал Флай? Эклипс. Отлично. И форм еще убегает. Ну, с Эвойн-то это будет вообще не страшно. Легионка без маны. Не может прыгнуть. Бруда нажимает БКБ. Легионка... Неплохо, кстати. На БКБшку хотя бы развели. Есть Монолик. Эра толкает его. На развороте подставляется Ханскин. Прожимает Гост Септер. Но, Ханскин, похоже, конечная остановка. Не должны его отпускать. Каски есть. Закидывай каски, но куда-то не туда. Не в ту сторону, по-моему, да. Не в том немного направлении. Но... Слушай, это реально, конечно, напоминает, когда... Самое забавное... Ну, опять. Опять за Final Tribe начали делать какую-то грязюку ненужную. Покажите, Легион Командор, что она себе купила. Аганим. Видела тут недавно Легионку с Аганимом? Хорошая тема. Ага. В Терблэйде 45 армора. Нет, нет. Ну, здесь это реально хорошая тема. С таким уроном она уже вряд ли с Аганимом проиграет кому-либо дуэль. Все-таки плюс 140 урона с БКБшкой. Она может дуэлить любого и не бояться, что там что-то придумают. Единственное, что можно сделать против нее, это подьюлить. Но дуэль длится так долго. Раньше она вообще была бесконечная, но потом это убрали. Я помню, как только вели изменения с Бэйном. Когда дуэль кастаешь, Бэйн тебя на бесконечный сон туда-сюда. Это можно было наблюдать вечно. Ничем не помочь, самое обидное. Линкап появляется у Резоли как раз-таки против этой дуэли. Но здесь на самом деле для Легионки неважно. Она может прыгать в любого и набирать все больше и больше урона. Ей главное минуснуть либо котла. А, Рапирос хочет сделать. Да, ультимативный выбор Резолюшна в плане артефактов уважаю. Но мужика играет. Здесь только плюс к арме, конечно же. Потому что вариантов нет, нужно максимально выходить в урон. Отличный скан, великолепный скан. И Флай отступает. Ну, дальше отступать некуда. Позади трон. Позади трон, да. Я бы сказал, что Москва, но Москва это не трон. Но все же. Ну все, вылазка закончилась. ТФТ, ТФТ отступает. Там Рошан второй стоит. Прошу прощения, по-моему, третий уже, да, если не ошибаюсь? С рефрешу, да. Да, да. Там уже все, третий Рошан уже. Это многое меняет. Это два эклипса потенциально. Два эклипса, да. О, Пучок зашел в гости. Опять полетел куда-то Арбат, УД. Там параллельно по низу идет НСФО. Выходит сейчас Рошпит. Сейчас будет решающий финальный драк. Смотрим. Там в это время сейчас страна упадет. Вот ТФТ. Врыв. Падает страна. В этот момент врывается Резолюшн. Крадет Аегис Эра. Это значит, что Рошан достался Дайрам. Ханскин стоит в госгиптере. Раскастовывается. Еле живой отсюда уходит УД. Флай подрубает ультимейт Ликана. Опять он его своровал. И бараки все еще стоят. В этот момент команда ОГ потихонечку разлетается. Из УДовы били Аегис. Но это минус Резолюшн. У него нет байбака. Он купил себе Элинкин Сферу. Это очень плохо. Потому что сейчас можно просто идти в тронг. Да, это минус Джерекс. Ладно. Ну, там опять же не забываем Аганим. Да, там очень долгая дуэль. В любом случае это минус также еще и Джерекс. Отличнейший минус 2. И вот он рефрешер пошел. Еще сейчас можно еще одну дуэль дать как вариант. Похоже 1-1. Все идет к этому. Все идет к этому где-то 36 минут 8 секунд. С окончания пиков. С момента вот этого ласт пика Бруды. Злополучного. Вот он еще на дуэль. Во всей красе. Да, Нутейл понимает, что ничем не помочь. В итоге Рубик так же погибает. Нутейла загоняют на базу. Ну, ГГ похоже. Да. Падает Т4. Начинает падать трон. Там Сфо. ТП дел из чужой базы уже просто. А что тут? Игра заканчивается, говорите. Ребят, как там у вас дела? Трон горит. Ну, я сейчас. Так, Ауэль суровал Флай. Флай сделала байбэк. Сфо погибает. Есть Эклипс. Нутейл врывается. Съедается сыр от Эры. И толку от этого нет. Нутейл делает байбэк, конечно. Но трон это не спасет. КГ. 1-1. Да, Сфо как траволта там на базе. Что происходит? Я позавчера так же ходил, когда все ушли, забыли меня здесь. И охраны не было. Я тоже метался по студии, не знал, куда мне зайти. И, видимо, он тоже смотрел на базу. Вроде бараки снес, но мы все равно проигрываем. А дальше что делать, да. Мне очень интересно в такие моменты вообще послушать, было бы TeamSpeak команда OG. Что они говорили? Я практически полностью уверен, что они отдавали себе отчет в том, что это хуже.